Ну что, дорогие друзья, вечер, седьмой час вечера, сейчас пойдем звонить, как всегда, на ужин. Ну попробуем сейчас здесь в отеле поужинать, посмотрим, чем здесь кормят, шведский стол здесь или нет. Пойдемте, 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 пойдемте. Последний раз сегодня поужинаем с вами в Крыму. Значит, взрослый стоит шведский стол 1000 рублей, 700 рублей детский. Значит, он, конечно, здесь небольшой, но в любом случае, как бы, что-то здесь поесть можно. Есть овощи, салатики какие-то вот такие интересные, сыр. Здесь можно взять, что у нас, картошка, отбирные, мне кажется, там какие-то. Здесь печень, макароны. А, Вова, тебе то, что тебе доктор прописал, вот курица есть как раз-таки. С макарошками, компотики вот такие вот разные есть. А тут, наверное, на обед суп, скорее всего, был. А, смотри, когда я повернулся, я увидел, там еще одна комната. В общем, здесь можно здесь поесть, можно на улице поесть. Где будем есть? В ресторан у Миндальной Рощи небольшой, вот мне внутри показалось, в общем, шведский стол, конечно, слабенький. Вы знаете, что я в последнее время столько говорю, что я уже просто иногда заговариваюсь. Значит, Ваня здесь оторвался, горячий шоколад здесь налил. Слава Богу, здесь есть компот. Можно наливать сколько хочешь. Я его просто попробовала в первый раз, по-моему, с пяти лет. А, да. Значит, у Вани вот такие вот куриные, отбивные, ну, типа наггетсов. Я себе взяла какую-то рыбу, какой-то салат, не знаю какой. В общем, колбасу это я, Ваня... Это твоя вилка? Да, любую беревилку. Фруктов, конечно, мало, но тем не менее черешня там есть. И... Ну, ее там, я имею в виду, немного насыпано там. Вы видели, просто снимать неудобно. Помимо нас здесь еще одна пара и больше никого нет. Потому что, видимо, еще никто не заехал. Но я хочу сказать, что просто, Ваня, у меня такой едок. Вот почему я люблю вот эту систему, шведский стол. Что ему не угодишь. Ему очень тяжело вот это выбрать еду. То, что он ест. И мы бы, конечно, сейчас могли пойти в городе поесть на ту же самую сумму, в принципе, мы бы, наверное, взяли. Но решили посмотреть, как здесь, что здесь представляет из себя шведский стол по-российски. Ну, конечно, надо учитывать то, что еще не сезон, еще не приехали, еще отель не заполнен. Только с сегодняшнего дня разрешено официальное заселение. Смотрите, как Ваня сейчас будет справляться с ножом и вилкой. Ваня, ты в левой руке держишь нож, обычно в правой руке держат нож, режут. А в левой руке вилку. Ну, практически у тебя получилось. Еще чуть-чуть дорезать надо. Молодец. Ну, в следующий раз просто правая рука сильнее, чем левая, поэтому правой режут. Пробуем. Я хочу этот салатик попробовать. Мне кажется, это помидоры в сметане. Что-то я соскучилась по сметане. Ну, наггетсы, я же тебе говорю, наггетсы. Как можно испортить курицу? Курицу, мне кажется, никак не испортишь. До компот из сухофруктов. Ну, соки несколько видов. Уютненькая атмосфера. Все, пока здесь все не съедим, никуда не уйдем. Будем нашу 1700 съедать. Я шучу. Ваня какие-то взял в эти сладости себе к шоколаду. Давай курицу поешь сперва. Я хочу тут сейчас попробовать. Что это вообще за рыба? Ваня, вот если кто-то хочет сказать, что бы вы ни говорили, обязательно скажет. Обязательно скажет, потому что ему нужно сказать. Давайте попробуем. Соскучилась я, оказывается, по помидорам с майонезом и, видимо, с сыром с каким-то сыром. То ли фета, то ли какой. Очень-очень вкусно. Ну и рыбка. А рыбка-то непростая. Рыбка-то, оказывается, красная. Я думала, ты скажешь золотая. Не-не-не. Это лосось. Это лосось, и это очень вкусно. Божественно. Ну, еще раз говорю, что приблизительно, если бы мы тоже самое взяли в кафе, то на такую же сумму бы вышло бы. Только здесь вы можете еще подойти себе взять, а в кафе вы уже не возьмете. Поэтому, конечно, шведский стол предпочтительней, когда есть возможность, чтобы он был. Вань, так прям аппетит проснулся, да, Вань? Нет. По курице, по помидорам. Ладно. Всем приятного аппетита, кто кушает. А мы вот с таким чудесным видом, как всегда, на набережную. Ну, правда, еще дорога проходит здесь вдоль. Но в любом случае, вот, как бы, смотрите, отсюда вот очень хороший вид. И можно любоваться, любоваться. Потому что шоколад-то этот... Остыл, еще нальешь. Ну, нет, он уже остывай. Кстати, кто помнит вот этот вот бургер, в котором Ваня лежал, с него все началось, собственно говоря. Вань, ну, слезь ты оттуда. Ты по-нормальному умеешь по дорогам ходить, а? Слезай давай. Сейчас он дядь тебя наругает, смотрит. Все, вышли мы сейчас. Пойдем погуляем, прогуляемся. Хотела прямой эфир в Инстаграме сделать, но что-то как-то не очень. А, здесь, видимо, есть еще побольше номера в этой гостинице. Потому что у нас-то вот здесь маленькие, а вот здесь, видимо, большие. Вот они уже с непосредственным видом на море ничего там не загораживает. Я тебя уже фоткала здесь. Здесь работа вовсю кипит по облагораживанию, облагораживанию вот этих вот всех пляжей, и всего остального. Потому что туристов ждут. Кто пишет, что туристов не ждут, ждут. Крымтяне туристов ждут. Потому что это зарплата. Зарплата на несколько месяцев. Потому что потом, когда туристов нет, плохо. Заработка нет. Ерунду вот некоторые люди пишут, что там в Сочи хотят, чтобы уехали оттуда. Люди, наоборот, ну, не знаю насчет Сочи, но в Крыму вот с кем мы разговаривали. Баня, иди по-нормальному, а. Со всеми, с кем мы разговаривали, вот с таксистами, с персоналом везде, в кафе, в гостиницах. Вот с кем не разговоришься, все, наоборот, ждут открытия сезона. Потому что, ну, что такое без туристов-то? Без туристов никуда и никак. Так, а я всю еду наслаждаюсь вот этим, вот этой улочкой. Прям мне так эти фонарики нравятся. Очень-очень. А вход в аквапарк, вот видите, здесь. То есть отель, вот там вот мы выходим. Как-то через отель почему-то пройти нельзя. Вот здесь по улице и сюда, вот нам выдались у меня специальные браслеты. И отсюда мы заходили. То есть не сразу из отеля. Потому что есть отели, где сразу ты вот с аквапарком взял и выходишь. И здесь тоже такие же деревья шикарные. Здесь, кстати, в отеле есть еще детская комната. Но хочется прогуляться по улице, не идти ни в какую детскую комнату. А я иду с котлетой, которую Ваня не съел. Но не котлета, а это отбивная. Здесь очень много этих разных бездомных собак, бездомных животных. Думаю, что сейчас мы где-нибудь кого-нибудь встретим. Ну и о плюсах давайте вот этого места, да. Что вот мы сейчас идем. Плюс здесь, несомненно, тот, что ты можешь выйти. И идти далеко-далеко-далеко вперед. Хочешь в одну сторону, хочешь в другую сторону. Есть где разгуляться. Ну то есть это город. Можешь дойти пешком до центра города. Для тех, кто любит такой неспокойный отдых, когда хочется прогуляться вот вечером, то это именно то самое. Есть вот эти вот машинки, на которых мы ездили тоже вместе с Ваней. 100 рублей стоит с человека. Детям скидку не делают. Но набережная длинная, здесь 4 километра. Поэтому они вот видите едут. Здесь вот предлагают экскурсию вот на вот этих вот джипах. На этих вот джипах прям за один день можно проехать. Есть очень много там достопримечательностей всяких разных. Джипинг-тур называется. И, кстати, сегодня прям вообще много туристов. По сравнению, как вот мы были последний раз вечером, а сейчас. Сейчас прям идут, идет много-много людей. Вот видите, долина-привидение, пещера и мраморный, всякий лес, и Никитская расщелина, и Бирюзовое озеро. Все-все-все есть. Вот такие вот джипы. Как хочешь. И, ну, просто сейчас уже 7 часов, но все равно люди плескаются некоторые, купаются. Кто еще не устал за целый день. Мы уже целый день накупались, что уже и не хочется. Вот. И, допустим, вот понимаете, сделать вывод, допустим, где лучше вот остановиться. Здесь вот именно в этом месте. Или, допустим, в Ялте. Или у нас вот в Оси. Попозже. Дело в том, что у каждого разный предпочтение. Вот у каждого человека свои предпочтения. Как вот я могу посоветовать вам, не зная, допустим, вас, ваших предпочтений, куда лучше. Кто-то в восторге от утеса, а кто-то приедет и скажет, что это там дыра-дырой, выйти некуда, делать нечего, скучно ему, да. Я, допустим, кайфовала. И когда мне пишут, что вы вот каждый день выезжали куда-то. Мы каждый день выезжали, но мы приезжали туда, знаете, как в тихую гавань. Потому что вот сюда сейчас мы идем, движуха такая здесь, то есть людей много. А там ты приезжаешь, тишина и спокойствие. Но опять-таки сегодня этот таксист, который нас забирал, он местный житель. И он говорит, что летом там тоже такой аншлаг, там тоже яблоко негде упасть. Поэтому вот как. Мы же отдыхаем сейчас вот в это время, совершенно в другое. Поэтому как оно будет дальше, не знаю. Сейчас пока что в отношении туристов нормально. Не так много толпы людей я не люблю. И вот эти вот места сейчас хочу вам показать. Мы здесь вот сидели в кафе, подключались к их интернету. Мне очень, кстати, понравились, но здесь подниматься вверх-вниз. Но виды, виды вот здесь из номеров очень хорошие. Это вот эти вот, смотрите, места. Они находятся вот на горе. Такие вот коттеджики. Вроде бы, насколько я знаю, что там не такие дорогие номера у них. Но тоже там и кондиционеры, и все на свете. Но спуск, конечно, наверное, будет по лестнице. Но зато вы будете просыпаться вот с таким вот видом на море. То есть там, по крайней мере, ничего не закрывает. Мы сейчас идем и прогуляться, и в магазины. Здесь магазин есть, Винторг есть. Мне они очень-очень... А, мы сейчас подойдем с вами, посмотрим название. А вы в интернете сразу набираете. Вот я показываю название. Потом меня начинают спрашивать, там, ссылки, не ссылки. Набираете в интернете, сразу же выходите. А, так, аккуратно. Здесь, видишь, машины, уже машин больше становится. Поначалу мы приехали, прям машин не было. Сейчас пойдем спросим, вон, у девушки. Сколько стоит, может быть, подскажет. Вот они называются. Бунгалбил. Режим работы круглосуточно. А вот здесь какие-то кнопки, может, вам здесь нажать? Не знаю, давайте попробуем. Нет? Выпускать не хотят. Класс. А, он, кстати, эко-отель, миндальный наруч. А вы не подскажете, вы отсюда? Нет, я не отсюда, я его могу показать ценники. Да, вот очень хорошо было бы. Вот такие вот, смотрите, ценники. Вань, подержи, пожалуйста. Так, стандарт 7... А, 12 тысяч. Даже питание, этот завтрак, да, включен? Да, там сауна, спортзал. Супериор 19 тысяч. Мама. Нужно, наверное, какую-то эту. Здесь ничего не нажимается. Мама. Может, камеру какую-то? Ага. Мама. Вот, видите, как удачно все складывается. Сразу же девушка была, которая не может выйти, но она, видимо, работница. И она и расценки нам показала. А может быть, она ходила, кстати, узнавать насчет расценок здесь. Но лестницы... Вот кто любит ходить по таким лестницам, то добро пожаловать. Это вот тоже, видите, миндальная роща. Здесь будет одновременно фитнес. Фитнес и проживание. Я что-то уже привыкла к нам на четвертый этаж вот по этой лестнице подниматься. Сегодня с Ваней здесь тоже нам какой-то третий этаж. Тут есть лифт. Я иду по лестнице. А Ваня такой на меня смотрит. Мам, ты что по лестнице здесь же лифт есть? Я уже настолько привыкла здесь по лестнице, что я даже уже подумаешь, сюда по лестнице. Можешь морозить? Сейчас возьмем где-нибудь... Давай возьмем, где мы вот обычно берем мороженое, что мне нравится вкусное. Где? Ну, в стаканчике, где мы там брали? В центре. А может, где? Самый большой. А как же. Мы идем там в магазины. Называется Винторг. Нужно взять, всем подарки привезти. Правда, я не знаю, как я в чемодане все это дело довезу. Как это все не разобьется. Зачем ты вина хочешь? Ну, Юра с Оксаной просили крымское вино. У папы день рождения тоже вино. Мужу хотела, может быть, там я какой-нибудь. Мама, я думала, папе, папе обзор вспомнил. Что у дедушки, да. Дедушки и папе. Я уже не понял. Всем нужно принести подарки. В общем, я поняла, чем позже, тем больше людей купается. Сейчас уже где-то порядка восьми часов, девятый час, и люди пошли купаться. А может быть, кстати, после работы, после работы крымчане. Вань, куда ты туда полез? Ну, куда ты туда полез, а? Мы, в общем, зашли сейчас в винный магазин Винторг. Купили домой сюрпризы, подарки. Винторг называется. Ну, как бы, а что отсюда еще везти? Крым, он славится вином своим. Поэтому вино отсюда и привезти. Не знаю, правда, как в чемодане мы его довезем, но как-то довезем. Слушайте, сегодня безумно красивое небо. Небо, облака, катера, море. Прям готов любоваться, любоваться, любоваться на этой карте. А зачем это желтая полоска? А это для велосипедов. Где-то вот велосипеды выдают, ну, вот в море, я знаю. Там на прокат есть такие велосипедики. Такая атмосфера здесь. Людей гуляет очень много. Вот здесь, кстати, я совсем недавно вам показывала, еще практически ничего не было. А сейчас вот такие вот кальянные здесь. Здесь можно посидеть с видом на море, покурить кальян, кто любит. И там уже сделали вот эти вот палаточки тоже, в которых можно отдыхать тоже. Сейчас дойдемся с вами до них. Мягкие. Ой, я не могу. Вот эта картина. Картина маслом. Слушайте, в итоге вечер. Я вышла подышать на балкон. Ну, сейчас уже 12 часов, мне не спится, потому что завтра отъезд. А мне хочется, знаете, надышаться, насмотреться, налюбоваться, наслушаться. Потому что я там море слышу, но я его не вижу. Но аромат вот от этих деревьев, от сосен, идет просто умопомрачительно. Именно вечером. Вот сейчас прохладно, ну, как прохладно. Прохладно это где-то, наверное, 23 градуса, 24. Ну, как бы по сравнению с 30 прохладно. Ой, прям вот свежесть такая, свежесть, море прям. Здесь, знаете, может быть, вот как бы вот где-то повыше, но, по-моему, максимально это четвертый этаж. Может быть, там как-то море видно оттуда. Но вот отсюда, к сожалению, его не особо видно. Но слышно. Волны яс. Сегодня у нас день отлета. К великому, к великому, к моему сожалению. Потому что я отдыхала бы здесь, еще и отдыхала. Но работать тоже нужно. А я, наоборот, рад. Ваня рад, уже хочет домой. А я прям, не знаю, с великой грустью и с большой надеждой, что мы сюда вернемся вновь. Ну, я даже и не сомневаюсь. Потому что любовь к Крыму у меня вот возникла в том году. До этого я про него даже и не думала, и не рассматривала, как вариант отдыха. А сейчас я просто понимаю, что Крым фаворит. Фаворит у меня. Крым и Турция. Так, ну а сейчас у нас планы какие? Да такие, что идем на завтрак. Завтрак здесь у нас включен. Шведский стол. Отель Аквапарк Миндальная Роща. Номер. Номер прям я в восторге. Очень-очень понравился. Особенно вот этот диван. Заберу его с собой. Знаете, он такой не козитенький с виду, а очень-очень мягкий, да, Вань? Очень удобный. Так, ладно, пойдемте посмотрим, чем нас сегодня накормят. Шведский стол. Фрукты, может, какие-то ты будешь. Огурцы, помидоры, салатик, дарай море. Салат со свеклой. Здесь есть яйца вареные. Колбаска, наверное, возьми, бутерброд скушаешь. И блинчики есть. Что? Нормального, кроме бутерброда. Ну, это для тебя. Сосиски, омлет, цветная капуста. Вообще отлично, замечательно. Все есть. И есть, видимо, наверное, какая-то каша, что ли. Давай бутербродик. Плюс какие-то сладости есть. И йогурты, кефир, вяженка, молоко. Соки. Вообще замечательная водичка. Все есть. Так, а сосиски ты не хочешь, да? Все-таки у меня нормальный кофе с утра. Американо. Даже здесь есть с молоком, капучино. Прям прелесть машина. Очень хороший кофе здесь. Ну, и, в общем-то, мне прям нравится. Знаете, здесь такой небольшой шведский стол. Но здесь все есть. Все необходимое, чтобы наесться. Так, итак, мой выбор. Смотрите, значит, салатик здесь есть с морепродуктами. Ну, здесь крабовые палочки, морковка. Но вчера я пробовала салат с помидорами. Вообще просто огонь был здоровский. Там что-то такое было добавлено. Сыр в помидоры. Очень вкусно. Омлетик тоже такой симпатичный. Очень все есть. Кофе самое главное. Компот здесь очень вкусный, да, Ванек? А у Ваньки у него компот на завтрак. И бутерброд. Кстати, при входе померили нам температуру. Коль здесь, потому что сейчас такие правила, что нужно измерять температуру с утра. Так бы, наверное, не пустили, если бы температура была. Ну, вот, в общем, как бы здорово. А ты чего, Ваня, сидишь, ты не кушаешь? Самое главное вид. Здесь сейчас работают вот кондиционеры. Здесь так более-менее прохладненько. На улице уже жарковато. Ну, кому как нравится. Вчера мы сидели на улице, сегодня мы сидим здесь. За добавкой расскажу вам. Может быть, кто-то дома сделает. Потому что салат безумно вкусный. Здесь в составе креветки. Вот такие вот маленькие. Они обалденно вкусные. Морковка вот так вот настроганная. Вот это вот, оказывается, кальмар. Кальмары обалденно-обалденно вкусные. Ну, понятно, что морская капуста. И, значит, ну, оливки. Как бы это просто для украшения здесь салата. И крабовые палочки. Вот салат просто бомбический. Ну, что, у нас есть еще 2 часа перед такси. Пойдем мы сейчас с Ваней попрощаемся с морем. Как всегда, бросим. Ну, что такое? То ли едет, то ли не едет. Бросим монетку на счастье. Давай. Пойдем оттуда бросим. Здесь что-то перекрыто. Здесь все ремонтируют, ремонтируют. Вот эти вот, видимо, здесь будут еще тоже какие-то лежаки. Вот она сегодня. Какое море. Ну, что, что пляж. Нам надо куда-то поглубже зайти, чтобы монетку бросить. Погодка шепчет. Дайте насмотреться на это море. О, это что значит? Эха. О, а здесь тоже, вот смотрите, чей-то пляжик такой. Не знаю, чей. Тут вроде бы везде аквапарк. Может быть, вот там что-то такое, гостиница какая-то стоит. И зеленые какие-то здесь лежаки. Я имею в виду зеленые матрасы. И тоже здесь вход закрыт сюда. Хотя, ну вот как бы не на лежаках, имеют право лежать все, кто хотят. То есть на пляж, в принципе, вы пройти можете. Знаете, не так, как в Геленджике, там, у Тауки, да, был пляж. И пройти, то есть как бы он частный, пройти туда практически нереально было. Хотя пляжи-то они все общественные. Просто лежаки чьи-то. А пляж как можно себе присвоить? Как можно выкупить? Мама. Прыгать запрещается. Ой, Ваня. Мы как будто бы здесь с тобой, знаешь, как на носу корабля стоим. Красотища какая. Боже мой. Так, достаю монетки, бросаем с тобой в воду. Кто дальше? Там кораблики впереди тоже, рыбаки плывут. Знаешь, что я сейчас боюсь? Что? Что я с карманы сейчас в улице. Телефона, значит, не будешь. А, вот там наверху что-то еще. Какой-то... Там чайка. Нет, пансионат. Чайка там называется? Нет. Он какой-то древний. А, вон там чайка, Ваня говорит. Вон там чайка. Ну, мы сегодня, конечно, уже какой нам с Ваней аквапарк. Никуда уже не пойдем. Потому что уже переоделись. А вот там наверху какая-то ротонда еще стоит, я смотрю. Посмотри. Наверху все. Постараюсь ее приблизить. Смотрите, какая прелесть. И вообще здесь кругом одна сплошная прелесть. Так, ладно, давай достаем монетки. Знаете, я, наверное, в прошлом году плохо бросала монетки в море. Средиземное, когда мы были в Турции. В этом году надо прям 5 рублей бросить. 5 мне, 5 Ване. Загадать желание обязательно вернуться сюда вновь в этом году в августе. Очень хочется сюда вернуться. Если не получится в Турцию, Турцию опять отложили. Не знаю. Здорово здесь. Очень здорово. Так, давай сейчас насчет 1, 2, 3. Подожди. Я хочу сейчас... Давай, раз. Подожди, я что-то загадывала. Как ты? Загадывай вернуться вновь. Что тут загадывать? Раз, два, три. Полетели монетки. Дальше. У Вани дальше. Можно я заберу с тобой? Это морешко. Морешко заберу. Отдайте морешко с собой. И горы. И вообще все. Поехать с собой взять. Здесь вот такой вот рыночек небольшой есть. В конце нашей улицы, при переходе на другую уже улицу, купили сейчас вот такие вот крымские футболки в подарок папе, дедушке. Ну вот как раз напротив жирафа, куда мы стояли. Ну вот здесь такое место интересное. Ратонда. Смотрите, какая красивая здесь стоит. Очень красивая ратонда. Ну и все. И как бы прогулялись. А, здесь вот что-то еще косметика какая-то крымская. Может быть мыло какое-нибудь еще взять. Мы вчера взяли мыло там кое-какое. Хотя у нас тоже этого мыло. Ну косметика такая яркая вся. А? Можжевеловая. А, вот мочалки такие можно, кстати, Оксане в подарок привезти. Она любит у нас мочалки. Соль. А соль папе, да, можно? Папа соль у нас любит. Ну, в смысле муж. Ау. Масло кокосовое тоже. Что там? А, магнитов тоже море. В общем, сувенирная продукция вся. Мам. Ну мы мочалку сейчас, подожди, Оксане возьмем. А, она любитель. Зачем тебе такая линейка? Я тебе такую привозила, она у тебя где-то дома валяется. Нет. Ну ищи, Ваню. Ваню ищи. Я твою уже нашла. Так. Пошли в номер. В общем, понабрали. Я вчера вот эти всякие тут понабрала. Ерундистику. Ну, не ерундистику, а здесь, знаете, как, все-таки символика. Крыма, чай. Понятно, что у нас это тоже все есть и вести отсюда. Еще, не дай бог, перевес будет. И вот такие вот футболки взяла. Одну мужу, одну папе и одну Ване. Вот такие вот. Сейчас разверну. Здесь, знаете, как. Они двусторонние. По 500 рублей вот эти вот футболки стоят. С одной стороны Крым. И с другой стороны Крым. Правда, я не знаю, как это все будет стираться. Черное море. Так. Потом взяла мужу. Тоже вот такую, видите, с Крымом. Но она такая более, менее яркая, скажем так. И с обратной стороны тоже чайки, дельфинчики. А Ване вот такую взяли. Не хотела брать черную, но понравился рисунок. У них здесь такие футболки, светящиеся вечером. Ну, вот на осень, допустим, куда-нибудь там пойти. Смотри, Ваня, даже она на телефоне немножко подсвечивается. Ну, вот я даже ее снимаю. Смотри. Видишь, подсвечивается. Да, кстати. Совсем по-другому смотрится. Уже все упаковали. Ну, и вот я такую вчера, я говорю, уже много купила всякие. Я сейчас мыла, взяли. Вот такие мочалки. Оксана любит, постоянно покупает их в этом, в Таиланде. Удобно с собой на отдых брать и здесь. Ну, и мужу, хотя везти она, но он у нас очень любит соль. Ну, привезу ему как подарок из Крыма. Ну, и, собственно говоря, все. Ваня линейку выпросил. Ваня, он, знаете, ему хоть что-то выпросить. Ему не важно, что. Не важно, потом будет он этим пользоваться или нет. Ему самое главное выпросить. А я сейчас уже сидим здесь при входе в отель. Хочу вам еще раз показать, как это все дело выглядит. Отель Аквапарк. Вот, потом у них есть отель морской. Вот, мне кажется, морской поинтереснее в том плане, что без деревьев открытый вид сразу же на море идет. Тоже там номера, я смотрю, такие же уютные. И есть еще вот вилы. Я теперь поняла, там же над нами вот какие-то вилы вам были, проходили. Вилы Жасмин. В общем, всю-всю-всю эту информацию вы можете просто посмотреть на сайте. Музыка. 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 Что, значит, приехали мы в аэропорт Симферополя. Вот на таком вот шикарном Мерседесе с превосходным водителем Геннадий. Если кому нужны контакты, если в Алушту там поедете, в Ялту, то там контакты у меня есть в телефоне сохранены. Я для себя сохранила, потому что машина Мерседес. Ваню первый раз в жизни не укачал. Он доехал. И доехали мы за час десять сюда. От Алушты доехали за час десять. Ну, я вообще спал. Ваня всю дорогу, да, проспал. Ну, потому что машина действительно, реально, кондиционер такой, ну, хороший кондиционер. Прям работает. Не холодно, не жарко. Знаете, не так, что там тебе куда-то дует. В общем, вообще шикардос. И посмотрите, сколько людей. Когда мы приехали, людей было гораздо меньше. А сейчас людей прям так порядочно, порядочно. И нужно вспомнить, что нужны маски. Сейчас будем скоро маски надевать. Симферополь, да. Жалко только, знаете что? Что здесь, конечно же, нет бизнес-зала. Потому что, ну, я имею в виду, вот, пас приорити. Потому что здесь нет Сбербанка. Да, к сожалению. Так, и вот смотрите, в РНКБ можно снять, если что, наличные деньги. Стоят эти банкоматы. А вот это стоит какой-то робот. Мне интересно. Что это? А, это робот тоже от банка? Да. Что это за робот такой? Стажер это написано. Стажер Денишкин. Тоже деньги, что ли, через него можно снять? В то время, знаете, что поражаюсь? Какой же здесь огромный аэропорт. Посмотрите, какая здесь шикарная. Вот эта вот стена из растений. Мне очень нравится. Кто-то, может быть, и ругает там. А мне кажется, аэропорт просто шикарный, большой. В общем, зарегистрировались. Ну, мы уже зарегистрированы были с Ваней. Просто сдали багаж. Сейчас, как всегда. Ну, приехали мы, видите, чуть раньше. Я думала ехать полтора часа. Доехали вообще за час десять. Сейчас где-нибудь нужно приземлиться. Посадка будет, Ваня, на третьем этаже. Бесплатный, кстати, вай-фай здесь. Бесплатный вай-фай может подключиться. Очень быстро прошли контроль. А здесь уже, смотрите, вина в два раза дороже, чем в городе продается. Тоже какое-то симпатичное кафе. Сейчас вам по ценам покажу, что, сколько стоит. Такие вот тиктельки. Идем, идем. Я же жду, пока сейчас пройдет. Десерты тоже очень аппетитно продаются. Здесь вот облепиховый напиток. Есть чай с мятой. Она горячая. Ага, ну вот так вот здесь, в это, очень такое уютное кафе. Ну вот молочные коктейли, видите, 220 рублей. Ну как бы посидеть можно. Просьба за этот стол не присаживаться. Так странно. Почему не присаживаться за этот стол? Вот у нас седьмой выход будет. И, в общем-то, вот мягкие сиденья, все. Ваня кока-колу выпросил. А я себе взяла вон гречку. Ваня сосиску в тесте он захотел. Ну вот поели. Можно пойти посмотреть, что продаются здесь в магазинчиках. Но покупать мы ничего не будем. Вы это поняли сейчас. Потому что мы все купили. Здесь нам нужно. Здесь тоже, кстати, такие же футболки, как мы видели. На рынке можно посмотреть. Сейчас сравнить цены. Сколько стоят здесь он. Непонятно, цены как всегда. На чем-то есть, на чем-то нет. Тоже точно такая же косметика продается, как мы сегодня в магазинчике были. Только уже, соответственно, дороже. Ну и вот такие вот сувеничи. Ваня там где-то уже в отдел игрушек пошел. Знаете, что такое интересное? Ручная работа. Что такое зеленое? Солнечный привет из Крыма. А, варенье. Варенье такое интересное. Вы знаете, когда много времени перед самолетом, то есть время походить, порассматривать. Сувенирчики все эти разные. Шоколад я в прошлый раз привозила. Ну, самый обычный шоколад. Просто красивая упаковка. Именно подарочный такой вариант, что кому-то подарить. В твердом этаже мы сидели-сидели здесь. Вернее, лежали-лежали. Оказывается, смотрите, какое здесь место интересное есть. Для детишек. Для детишек качельки вот такие вот. Стол теннисный. И даже есть хоккей. Только интересно, мячик есть ли нет, шайба. Наверное, нет. Судя по всему, или он платный или бесплатный, не знаю. В общем, так, это оригинальное такое место здесь. Бесплатное. Четвертый этаж бесплатный. Многие не знают, что есть такое место. Чего, Ванюсь? Здесь с ноутбуком? Ты думаешь, если ты раскачиваешься, тебе будет удобнее с ноутбуком работать? Смотрите, Россия. Какой огромный тигр стоит. Такой впервые вижу. С тигриной мордой такой самолет. Двухпалубный он, что ли. Двухэтажный. Двухэтажный. А наш, вон там он, маленький стоит. У нас, наверное, уже традиция улетать в грозу. Мы в прошлый раз с Оксаной впервые были в Крыму и улетали в грозу. И сейчас то же самое. Молния, гроб. Причем с утра ничего не предвещало, что будет вот такая вот погода. Но надеюсь, что все будет хорошо. Слышите? Гремит. Давай, не надо, не по голубой. Не переживай. Все будет хорошо. Расстегнулся. Нормально. Нам, представьте, как повезло. Впереди два сидения. А мы с Ванькой вот так вот три. Ну, то есть вот здесь вот проход более-менее свободный. В общем, где-то над аварийным вылетом. И дождик идет. Дождик. Наверное, не получится снять взлет, потому что идет дождь. Ваня, как скажет, говорит, мама, мне кажется, что у нас окно плачет. Там дождь идет. Но хочу сказать, что самолет полуку стоит. Людей очень мало. Ну, бизнес-залит тоже практически не было. Сейчас с таким каким-то облафом прям взлетел самолет предыдущий. Полоса мокрая. Даже как-то... Даже как-то неприятственно. Идет самолет. О, взлетели. Ура! Прощай. Улетаем, чтобы вернуться вновь. Смотрите, как быстро капли у вас. Погода почему-то у нас все время может быть Крым плачет из-за того, что мы уезжали. Все время, когда мы взлетаем, взлетаем в дождь, в грозу. Смотрите, как будем готовы, Всё такое зелёненькое, как снег, да? Да. Всё ниже, ниже и ниже, садимся сейчас мы. Так наша хаша пришла на берега. Держись, говорю, за подлокотники. Сейчас, подлези, подлези. Ура, 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 сейчас сядем, сядем. Опа. Дашка, приехали домой. Дашка нас встречает, да, Дашка? Дашулька нас встречает, смотрите. В общем, дорогие друзья, всё, наконец-таки мы дома, закончилось наше путешествие в Крым. Путешествие было замечательное, поездка нам очень-очень понравилась. Добрались, слава Богу, мы сегодня хорошо. Всем огромное-огромное спасибо за то, что вы смотрели, поддерживали своими комментариями. Надеюсь, что для кого-то это было полезным, для кого-то просто интересным. Всем, как всегда, желаю здоровья, добра, позитива. Обязательно уйдёмся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. В самом конце по традиции показа. Ну, знаете, из Крыма, в принципе, везти, ну, только разве что вина. Ну, и то из-за этих вин, ну, считайте, это 2 килограмма дополнительно, плюс ещё бутылки. Тяжёлый багаж был, еле-еле в 23 я уложилась. Ну, а вот это просто уже, знаете, как подспорье такое я взяла. Вот такие вот мочалочки. Они интересны тем, что там мыло внутри, и это уже готовая мочалка. Очень удобно вот с собой на отдых куда-то брать. То есть, допустим, там попользовался и там её оставил. В общем, свекрови маме Оксане. Чай привезла вот такой вот. Ну, здесь тоже этот чай есть и как бы, ну, не знаю кому. Ну, и мыло вот такое вот тоже я взяла. Тоже кому-то там чего-то, как презент. А вот это чем кормили, кстати, в самолёте. В самолёте кормили. Мы, конечно, с вами ничего из этого не съели. Я съела яблоко. Вот такие какие-то давали бургеры. Там они с курицей ещё с чем-то. И конфетки коровка. Вот и всё. Поехали. 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 Поехали.